Приветствую вас. Можно, конечно, предположить, что, ну, ваш молодой человек всегда хотел сестру, ну, чтобы у него была сестра, вот, ему не хватало сестры. И, соответственно, вот у него появились вы, и он на вас проецирует то, что хотел бы реализовать с сестрой. Можно, конечно, предположить данный аспект, но лично мне кажется, что дело здесь совсем не в этом, а в том, что... Мужчина просто, напросто, ну, боится ответственности, боится сблизиться с вами, боится того, что если он с вами сблизится, то это может повлечь за собой нежелательные для него, именно для него последствия, вот. А какие именно последствия? Сказать, конечно, сложно, потому что, ну, неизвестно, чего мужчина может, в принципе, бояться, да? Исходя из того, что вы написали. Может быть, мужчина просто устраивает все, что у вас сейчас есть, и ничего другого он просто-напросто не хочет. Он просто не хочет ничего другого. То есть, ему нравится, как сейчас ваши отношения складываются, и большего ему не нужно. Вот. Может быть, мужчина боится зависимости, да, боится несвободы, то есть еще не нагуляться и так далее. Может быть, мужчина боится близких отношений и близости в целом, вот. В таком случае человек просто-напросто имеет определенные проблемы, которые, ну, сами по себе, к сожалению, не разрешатся, да? То есть, эти проблемы нужно разрешать ему вместе с психологом, но для этого он должен захотеть сам. То есть, если он сам этого не хочет, то, соответственно, и вряд ли получится что-либо здесь изменить, поменять, исправить и так далее. Вы хотите, чтобы мы вам объяснили, что это значит, да, если я правильно понял, да, как это понимать? Значит, вы хотите, чтобы мы вам объяснили, и я вам объяснил. Другой вопрос, другой вопрос, что вы будете с этим делать, с тем, что я вам объяснил. То есть, вы хотите что-то исправить, вы хотите что-то поменять. Быть может, вы уже будете думать, ну, в большей степени о себе, нежели чем о нем. Может быть, вы больше будете думать о том, чтобы самой быть счастливой. И не важно на самом деле с кем, ну, не важно с кем быть счастливой, да, главное, чтобы быть счастливой. Вот, придумать о себе, а не о нем. Если вы его действительно любите, молодого человека, я имею в виду, вот, то, наверное, вы хотите для него счастья, ну, хотите, чтобы у него все было хорошо. Если вы хотите для него счастья, то вы, наверное, ну, понимаете, что на данный момент он не готов к тому, чтобы выстраивать с вами какие-то, ну, такие близкие отношения. Это очевидно. То есть, не важно по какой причине, да, не важно почему. Это не так важно, почему он не выстраивает их. Важно, что он этого не делает. И вам, если вы его любите, нужно принять выбор, принять выбор, что вы для него пока просто сестра. Да, он тянется к вам, да, он лиртует с вами, да, он оказывает знаки внимания. Все верно, все верно. Но это ничего не значит. И вам, вам, как, ну, например, как взрослому человеку, да, который контролирует, допустим, свою жизнь, да, вот, вам нужно принять решение. Решение свое, собственное, для себя. И идти, идти следуя этому решению. Вот и все. Выбор здесь особо не велик. Если не будете ничего делать, да, если не будете ничего делать, то, к сожалению, к сожалению, и у мужчины стимула не будет так же что-либо делать. Понимаете, какая история. Поэтому мне думается, что, мне думается, что вот именно так вам можно ответить на ваш вопрос, который вы задаете. То есть, в общем и целом, да, ситуация очень неприятная. В общем и целом, действительно, очень, очень печально, что вот то, что случилось, да, это случилось. Вот. Но, тем не менее, если вы его любите, если это именно любовь, а не потребность, то вы примите его решение и позволите ему, ну, как бы быть, быть тем, кто он есть. И если он не может вам пока что на сегодняшний день дать того, чего хотите вы, ну, что поделать. С этим ничего не поделать, к сожалению. Вот. Ну, этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного разрешения данной ситуации, чтобы вы все-таки не только рассчитывали на, вот, понимание и объяснение того, что произошло. Но еще и на какие-то действия, на какие-то, ну, поступки с вашей стороны хотя бы. Спасибо. Спасибо. Спасибо.